большая слава влечет за собой много искушений а когда в бойце живут необузданные демоны он не способен сопротивляться приветствую вас печальные и вы с вами федорович все мы знаем немало примеров бойцов которые становились убийцами в ринге отправляя своего соперника к про отцам или дело из него инвалида после боя но в этом видео я хочу вам поведать истории великих боксеров которые стали убийцами вне ринга эдвин валеро самый яркий загадочный и непобежденный венесуэльский боксер своей эпохи с невероятно трагической судьбой кстати я уже делал на него обзор который вы можете посмотреть в конце видео уже в 25 лет эдвин сотворил невероятный феномен одержав победы в первых 18 поединках нокаутом в первом раунде при том что он выступал во втором полулегком весе до 59 килограмм валеро довел свой рекорд до 27 побед без единого поражения причем все победы были нокаутами все кто спарринговал с эдвином говорили что у него невероятный удар и он может быть круче пакмена но этого не произошло свой последний поединок валеро провел 6 февраля 2010 года против антонио де марко который закончился отказом мексиканца продолжать бой после 9 раунда 18 апреля 2010 года эдвина валеро задержала полиция по подозрению в убийстве жены которую нашли в номере отеля с тремя ножевыми ранениями чемпион признался в убийстве и через несколько часов после задержания повесился в тюремной камере валера не раз обвинялся в избиениях жены и нападениях на собственную мать и сестру а все из-за бухла и наркоты двое его детей остались сиротами джеймс батлер американский боксер профессионал который стал известным на весь мир не своими достижениями а своим мерзким поступком после поединка с ричардом грантом в 2001 году отправив того в нокаут после боя тейпированным кулаком когда грант пожал ему руку в знак уважения вследствие этого удара у гранта была сломана челюсть прокушен язык и сотрясение мозга но батлер повергший в шок всю спортивную общественность поставил жирный крест на своей карьере а у него между прочим было 25 боев 20 из которых победы кроме дисквалификации его арестовали и приговорили к четырем месяцам тюрьмы но этот случай оказался лишь одуванчиком среди навоза батлер более десяти лет дружил журналистом сэмом келлермана который постоянно его поддерживал морально и материально и подавал иски об отмене дисквалификации после тюремного заключения джеймс даже поселился в доме у сэма и прожил там месяц до того как нашли бездыханное тело келлермана по которому было нанесено более 30 ударов тяжелым тупым предметом следствие выявило что убийца является джеймс батлер которого приговорили к двадцати девяти годам заключения но подробности как и мотивы такого немыслимого поступка не афишируются и остаются загадкой феликс вердехо пуэрториканский боксер профессионал который выступил на олимпийских играх 2012 года и уступил в близком бою василию ломаченко после олимпиады в этом же 2012 году пацан начал свою профи карьеру и завоевал пояс wbo настучав по голове всем соперникам набив рекорд в 23 победы без единого поражения пока в 2018 году не проиграл антонио лассади но мужик не опустил руки и после поражения одержал четыре победы подряд снова вернув себе право боксировать за пояс чемпиона но этот шанс он упустил проиграв 13 декабря 2020 года масса йошина катами как от абрикосы ждут не цветов а плодов так и мы переходим главному абзацу жизни вердехо который к сожалению стал не боксерским а криминальным феликс находился в официальном браке но имел любовницу марлен родригес об исчезновении которой заявила родная сестра после расследования полиции и обнаружения тела пропавший родригес в реке детективный клубок размотался оказалось что марлен была беременна и пошла на встречу с вердехо чтобы обсудить этот вопрос окончательно феликс хотел чтобы она сделала аборт но любовница отказалась тогда боксер ударом отключил девушку накачал наркотой и сбросил с моста за что ему грозит пожизненное заключение и вечные проклены родни эстебан де хэсус пуэрториканский гений бокса в легком весе 70-х годов который завоевал титул чемпиона wbc победиви шамацу самые знаменитые его бои были против роберто дюрана в 1974 году хэсус отправил дюрана в нокдаун в первом раунде и выиграл бой по очкам а в реванше 1974 года эстебан также отправил роберто в нокдаун в первом раунде но проиграл нокаутом в одиннадцатом всего портариканец провел 62 боя 57 из которых выиграл причем 32 победы были нокаутами но иметь славную молодость недостаточно нужно прожить почетную старость последние годы карьеры эстебана пошли в суровое пике в направлении преисподней он связался с мафией из-за чего потерял все деньги уходил в жесткие запои и подсел на героин в день благодарения 1980 года будучи под кайфом де хэсус отправился на машине в неизвестном направлении по дороге у него возник конфликт с 18-летним гонсалесом который эстебан решил выстрелом в голову молодого парня чемпиону присудили пожизненное заключение но он недолго пробыл за решеткой так как в возрасте 37 лет скончался от спида карлос монсон аргентинский король среднего веса который с 1970 по 1977 год владел поясами wbc и wba защитив их 14 раз от посягательств конкурентов за свою яркую карьеру карлос провел 100 поединков 87 из которых выиграл 9 судей свели в ничью при явном преимуществе аргентинца и 3 проиграл но во всех трех случаях мстил обидчиком в реваншах забирая победы к сожалению семейная жизнь карлоса была не менее яркой он неоднократно ломал лицевые кости своей жене мерседес биатрис то в свою очередь как-то приревновала мужа и дважды в него выстрелила угодив руку и плечо оставив пулю в теле монсона на всю жизнь но ревность была не беспочвенной каждый второй журнал красовался фотографией карлоса и очередной его любовница из мира кино или моды а попойки в богемном обществе уже никого не удивляли но в 1988 году очередной роман с уругвайской моделью алисии ему низ который длился уже десять лет закончился тем что алисия выпала с балкона второго этажа и разбилась насмерть карлос бросился за ней но сломал лишь ключицу впоследствии рассказывая что хотел ее спасти вскрытие расследования полиции показала что перед тем как выпасть с балкона любовница была избита и задушена а падала уже без сознания а тем временем их шестилетний сын спал в соседней комнате монсон получил всего 11 лет тюрьмы отсидел из которых 6 после выхода на свободу он поехал проведать родителей и на обратном пути попал в аварию разбившись насмерть подписывайтесь на канал ставьте лайк жмите колокольчик и делитесь видео в соц сетях а в комментах напишите смогли бы вы выдержать тяжесть славы а поддержать канал и получить мою благодарность вселенской силы вы можете став спонсором канала даже за символическую сумму в пару долларов по ссылке в описании или возле кнопки подписаться увековечив свое имя в конце видео и получив плюс 100 карме благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках то вы любого человека вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кодыг достать понимаете не напрягаясь как бы не отходя из этого образа представляю что мы медведи нас окружили волки начинаем танцевать и отбиваться соответственно вот так вот Субтитры сделал DimaTorzok